Ваше здоровье! Посчитал, что не нужно. И, значит, суть в чем? Как вы знаете, я вот хожу в последнее время с этой маленькой экшн-камерой и, естественно, весь материал, который я на нее снимаю, имеет место занимать пространство на жестком диске внутри него, и поэтому иногда приходится сбрасывать все на компьютер. Вот, и значит, вчера, это был второй день, вчера я должен был скинуть всю информацию, то есть, чтобы освободить место и продолжить снимать вчерашний день. Да, я это все дело скидывал, винда, собственно, вот эта новая десятая, походу, все зафаршматило. Как это выглядело? Шла полоска прогресса копирования данных на комп. Там, значит, сто процентов, окей, сто процентов, все скинулось, все замечательно, думаю я, значит, с камеры все скинулось. Я просто беру и вайпаю все данные с камеры, тем самым освобождаю в ней место, чтобы продолжить снимать, что происходит этим днем. Но когда вечером я сел за комп и решил это все дело отмонтировать, отрендерить, обнаружил, что, оказывается, информация тогда скинулась не вся. И скинулась она до шести дня первого дня. Весь материал, который я уже на тот момент уже второй раз снял на экшн-камеру, она началась как раз с второй половины дня. Второго дня, то есть, получается, пробел в 24 часа. И в данный момент у меня нет другого выхода, как просто склеить два дня. То есть, начало первого и конец второго в один ролик. Возможно, для вас это как-то все сложновато, но скажу вам, я просто очень много моментов клевых потерял. Было два клевых момента, которых реально жалко. Один из которых, это я купил Лису все-таки пиццу, то что там я тогда проиграл ему спор. И я, чтобы пруфы были, я это дело заснял. То есть, вот, ну, Лис, надержи пиццу, то есть, это было. Но, вот, козлячая херня. То есть, по факту, весь этот фаршмак из-за десятой винды, я не знаю, как он так вообще определил. Вот, как он скидывал так с камеры информацию, что он выдал мне, что все сто процентов загрузилось. И, знаете, вот так, окошко, ну раз, исчезает. Типа, все скопировалось, окей. После я обнаруживаю, что, оказывается, нихера не скопировалось. Там где-то одна треть информации все было скинуто. Я просто не знал, что сделать. Я не мог не шуметь, ничего. Я просто вот ходил у меня, я реально хотел орать на всю квартиру. Я просто даже, я пошел на кухню, просто сел на пол посреди кухни и вот так вот головой об пол. Кусок пиццы я тебе там, ну не кусок, пиццу-то я тебе подносил. Типа, на, вот тоже, да, посеял, блин, жалко. Ну, нахер. Короче, я до сих пор отойти не могу. Ну, да ладно, я сейчас реально успокоился. Вот вчера я просто вот не знал, что сломать, блин. Давайте почитаем немножко комментарии, которые обосновались под роликом, который я недавно оставил. Он называется «Отравились бабами из Гарри Поттера». Ну, вы, наверное, смотрели его прекрасно все. Вот, я подумал, что это клевый формат для того, чтобы так вот взять и записать то, как я читаю, собственно, комментарии под ютубом. Потому что я их реально все читаю. Периодически. Вот, так что давайте посмотрим. Соблыской! Господи, как давно я не читал под... Мне вообще давно не слышал вот этого выражения. Соблыской, наверное, потому что я подстригаюсь раз в два года. Леон помолодел, ему 17. Да мне пятнашка. Леон, а тебе идет? Спасибо, куребят. Я падал. Это что-то, типа, новенькое, да? Это, типа, я ору там. Что за лысый чел, я не знаю. Что с левой, я не знаю. Лайк за тёлку, норм шкуре. Хочу попробовать эти бабы. Поверь, тебе не понравится. Так. Говорят, что кто-то похож на меня. А, господи, думал, что за лысый из браузерс. Новые наркошки. Снимай GTA 5. Сколько стоит такая коробочка? Кстати, эта коробочка стоила нам где-то в 700, что ли, рублей. Она китайская, дешевая. Там вроде подороже можно найти оригинал. Там вообще с какой-то колесиком с рулеткой тысячу пиццу стоит. Короче, в жопу. Я бы козявку съел. Верни, старую прическу. Четкая прическа. Это стрижка. Круче ли он? Ну, зачем ты вырезал момент на 3.03? Блин, я знаю, что за момент я не буду говорить. Ровосы верни, куда я их верну, интересные люди. Пробовал, блин, капец Лёва, тебе повезло. Ха-ха. Ну, наверное, да, мне постоянно везет. То чувство, когда смотришь и знаешь Лёву уже как 4 года, а видишь его с такой прической пирас, непримычно, мать вашу. Да, есть такое. Леон, ты не Леон, ты постригся, все, отписка. Мне одному кажется, что Лёва похож на Гидрай. Так, это уже было. Ну, хоть на мужика с новой стрижкой стал похож. А еще на моего дядю Диму. Он тоже худой задрот, который посолил меня на игры. Охренеть. Ха-ха. Лёва, это не земля, это на свай. Оу май фа-кин гад. Короче говоря, все как всегда. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. В общем, так вот я и читаю комментики. А сейчас я сажусь монтировать, собственно, тот самый первый день. Первый и второй, который будет одним. О господи. Да, очень много всего. Ехали сейчас в автобусе. Мало того, что мы зашли в автобус, спросили, остановка Саяны, едет автобус? Да, едет. Окей, все. Едем, значит, до Саян этих. В автобусе, кроме нас, никого нет. Ну, там одна женщина еще сидела. И, значит, мы такие, все, Саяны, встали, подошли к выходу. И автобус просто мимо остановки проезжает. Что, блин? Ну, благо я еще знал, где это остановка, потому что если бы... Я не знал, да. Если бы, типа, он бы нас вообще кататься увез куда-нибудь. Так, конечно. Ага. На вопрос, почему не остановили. А ты не спросил, я не остановил, блин. Да, да. Мы же в автобусе едем, блин, чувак. Я понимаю, если бы это была маршрутка. Маршрутка. Маршрутки, они, типа, ну, у них установки по требованию обычно. Ага. Вот, да. А автобусы, они, как бы, едут и должны останавливаться на каждой остановке, вне зависимости от того. Типа, там есть люди, нет людей. Короче, это абсурд, такой, знаешь, треекратный просто. Ко-ко-ко-комбо. Я не знаю, что мы вообще здесь делаем. Но нас сюда позвали. Типа, деловая встреча, все дела. Типа, может быть, даже с хозяином пообщаться. Но контингент, который сюда съезжается, весьма на вид. Своеобразный. Своеобразный, ладно. Я, короче, ребятки, вообще ничего не понял. Хе. Объясняю. Значит, один мой хороший знакомый попросил, чтобы мы подъехали к этому заведению. Мол, у хозяйки заведения есть для нас какое-то дело. А-ля квест. Им надо и группу ВКонтакте сделать. Вот и все. Да, им надо сделать группу ВКонтакте. И что, мол, я единственный человек в Ангарске, который более-менее в этом шарю. И могу что-то вообще, в принципе, подсказать. Но при этом она, она эта женщина, она в курсе, что я там блогер, все дела. То есть, ну и мне, естественно, приоритет выставлен более высокий, чем просто заказать какую-то группу. То есть, она, видать, что-то еще хотела переговорить, но это ладно. В любом случае, пивнуха. Мы туда зашли, я даже не стал доставать камеру. Потому что там жесть какая-то темнота. Я даже не знаю, вкладывается по стандартам ли это вообще. Но, лист говорит, что пофиг. Так что, хрен с этим. В общем, постояли-постояли. Сказали, что эта женщина вообще сегодня не придет. Хотя, договаривались. Собственно, мы просто, по сути, прогулялись сегодня по городу. Так, ничего так. Гляну, а кто бы спрошали? Ах! 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 Хм! Да, просто колодец. Хе-хе-хе. Дайте 100 за 25. Которые... Эээ, там грейфрут, да? Да. Ставайте грейфрут. Ну, как тебе ассортимент? Охуенно. В жизни больше не видел. Охуенно. Ты знаешь, на полках такие, знаешь, просто полка такая 2 метра. И на ней 5 бутылок стоит. Я вообще не понимаю, какие магазины существуют. Ну, блядь. Как они держатся на голову? А ангарс где-то как? У них же дохода вообще ноль. Мне кажется, блядь, для жилы с тобой больше полицейских магазинов А вот и беременная машина. А может, он еще и просроченный к тому же. Может, точка сбыта товаров, которые уже просрочились? Ну, через 2 дня он будет просроченный, да. А свободность вообще какая? Год. Год? Серьезно? Год? Да. Год. 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 25 рублей в мусорку. Зашибись. Год. 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 За 2 дня до конца с рукогодностью, блядно. Он такой очень мерзкий. Ну, я думаю, если бы я его выпускал, мне бы точно бездесят. Ха-ха-ха. Блин, я просто хотел попить и там не было, понимаешь? Магазинов вообще. И там ты видел сам ассортимент. Одно пиво сплошное и коло. А коло мне сейчас нельзя пить. И воды даже. А? Воды даже нет. Ну, так да. Фух! Ну что я вам скажу? День подходит к концу. Алена сегодня впервые вышла на свою работу кальянщиком Придет уже, будет классным кальянщиком, я думаю, первый опыт Плюс мы созванивались, она говорит, что она сегодня пробовала какой-то самый офигенный кальян Который она вообще либо в жизни видела Знаете, там сверху этот колпак на угле одевается Я не знаю, зачем этот весь процесс, зачем эта вся фигня Но она говорит, что заместо колпака использовали грейпфрут И что типа это так вкусно было, так вкусно По телефону разговаривали И сейчас она придет с работы Я думаю, может быть еще там поснимаю, не поснимаю В любом случае заранее хотел бы подвести, подытожить, что сегодня произошло По сути, событий не так много Мы просто, получается, скатались сегодня с Лисом в город Что-то где-то послонялись Купили отравленный сок Чуть не отравились на хрен Ну, я не пробовал, надо было попробовать И сегодня я много сидел, монтировал роликов Много выпускал роликов Отсматривал контент Пытался поесть Сегодня я реально Я только положил себе бутер на стол Только хотел его скушать Не раз что-нибудь отвлекут Раз что-нибудь отвлекут И на протяжении, наверное, трех-четырех часов Этот бутер просто лежал здесь И сох, падла Я не смог, не мог его нормально съесть Потом пришлось его опять подыграть в микроновке Налить себе чайку Я пошел, попил чайку И все-таки его съел Но он, если бы он умел говорить Он бы рассказал столько Столько видел, блин, пока я эти четыре часа сидел Эти ролики делал Что вы бы, наверное, охренели Вот, а на этом, пожалуй, все Да, всем спасибо, что смотрите Что подписываетесь Был рад порадовать вас такими вложиками Оставляйте ваши комментарии И всем тортик До завтра Снимай, а, вот, все О, как А, так вот Аленушка пришла с собой Вот, моя дорогая Что рассказывай, как первый день Можно я тебе еще ноги положу? Не надо на меня ноги спалывать Фруктовая чашка называется То есть там вместо вот этой керамической чашки Используется грейпфрут Можно апельсин, лимон, яблок А, вместо керамической чашки не колпака? Да, нет И в самом грейпфрут там вырезается такая ложбиночка И туда закладывается табак А, ложбиночка Он такой нежный получается Просто И грейпфрут так пахнет вкусно То есть кисло, но Даже кислоты вот этой вот нету Кислинки, то есть он просто такой вкусный Главное Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА